Привет, сообщество! Сегодня у нас заточный материал и большой тест. Сегодня мы с вами будем разбираться в нюансах выбора абразивов. Номинально это тест абразивов Naniwa Professional или Naniwa Chisera против абразивов Barite серии T2. По факту же мы будем разбираться, как все работает по умолчанию и как по идее должно работать. Что-то подобное мы с вами уже делали в декабре прошлого года на базе овощного ножа Vuzcov Performer. Тогда мы сравнивали абразивы Naniwa с алмазными абразивами. Результат был закономерным и ожидаемым. Сегодня нож попроще. Сегодня у нас Arcos Riviera, один из самых распространенных типов ножей на современных кухнях. И Vuzcov в серии Performer и Arcos в серии Riviera – обе серии ножей одного типа и принадлежат к европейской кухонной школе. Однако очевидно, что Arcos существенно дешевле и несколько проще в производительности. Отсюда вопрос выбора абразивов стоит даже актуальнее, чем в случае с более дорогими ножами. Большая часть заточных энтузиастов, а скорее буквально все, зададутся вопросом. Руслан, Barite T2 и Naniwa Pro – это абразивы разного класса. И исход такого теста предрешен. И вы будете правы. Более того, изначально я собираюсь проверять нож в равнозначных условиях. Ну то есть, 4-5 абразивов с одной стороны и 4-5 абразивов с другой стороны. В итоге с одной стороны у нас на финише Barite 1200, а с другой на Naniwa Pro – 10000. И да, исход предрешен. Но в этом и суть. И давайте начнем сначала. Я буду обозначать абразивы в рамках их стандартов. То есть, когда речь идет о Naniwa Pro 10000, это буквально означает абразив Naniwa Pro 10000 Grid по стандарту GIZ. Японский промышленный стандарт. А когда речь идет об абразиве Barite PC 1200, это в свою очередь означает абразив Barite PC 1200 Grid по стандарту FEPA. Или стандарту европейских производителей абразивов. Я это поясняю, чтобы не было путаницы, о каких цифрах идет речь. И вы можете спросить, а можно ли привести все абразивы к одному стандарту? И если можно, то почему это не сделано? Отвечаю, теоретически можно. Есть таблицы примерного соответствия разных стандартов. Но я призываю вас относиться к ним настороженно. Существует очень много факторов, влияющих на конечное качество поверхности. Поэтому алмазный абразив на 5 микрон будет работать совершенно по-другому, нежели абразив на 5 микрон, но на основе оксида алюминия. Помимо прочего, есть нюансы непосредственно с цифрами. 10 тысяч грит на одном японце не равны 10 тысяч грит на другом японце. Жестких правил, регламентирующих маркировку, не существует. И даже в рамках одного предприятия стандарты качества абразивной смеси будут разными для разных серий абразивов. Я стараюсь придерживаться изначальной маркировки, которую дает производитель. И советую полагаться в большей степени на практический опыт, нежели на теорию. В теории 3000 грит в японском стандарте это уже финишный абразив. Barai 1200 по FEPA, согласно вышеупомянутым таблицам, лежит в диапазоне 4000 грит. Это в теории. На практике все обстоит иначе. Вторая пометка касается именно абразива Barai 1200. Я в данном случае применяю серию Polisher Choice или PC. Чаще всего в комплектах Barai идет абразив серии T2. Я применяю серию PC из-за того, что купил такой комплект много лет назад. Сильно позже я попробовал серию T2 в полном объеме и серьезной разницы между T2 1200 или PC 1200 я не заметил. Скажу больше, качество поверхности в данном случае будет больше зависеть не от серии, а от подготовки самого абразива. Кратко про Arcos Riviera. Arcos Riviera это испанская серия кухонных ножей производства компании Arcos. И если охарактеризовать ножи одной фразой, то Riviera это рабочая классика. В серии Riviera Arcos изготавливает шеф-ножи в полнобольстерной конфигурации, а Santocus открытым больстером. Riviera нельзя отнести к дорогим ножам, и отсюда конструкция практически всех ножей в линейке, она либо классическая, либо очень близка к классике. Вместе с тем, Riviera это рукоять из полиоксиметилена на трех пинах из нержавеющей стали. Arcos напрямую не указывает на возможность использования посудомоечной машины. Но я не вижу ни одной причины против. Немаловажно и то, что заводской угол тестового ножа 24 полноградуса. Тестировать же мы будем на угле 26-28 полноградусов. По итогу Arcos Riviera это полноценная рабочая лошадка. Классическая, неубиваемая Европа. Первый участник тестирования абразива NANIVA PRO. NANIVA серии Professional это японские синтетические абразивы на основе оксида алюминия. NANIVA PRO на текущий момент это фактически стандарт качественных абразивов подобного класса. И ни у кого не вызывает сомнений результат при использовании абразивов NANIVA PRO. В 99% случаях сочетание кухонного ножа и абразивов NANIVA PRO это успех. И это факт. И как мы собственно будем проверять? Канатные тесты, которые сейчас идут на канале, по сути своей проверяют нож в глубину. Ну насколько долго ножом можно хоть как-то работать? Сегодня у нас тест режущей кромки. И это прямо противоположная история. Обстоит все так. Немного режем веревку, проверяем бумажку, еще чуть режем, опять проверяем. И так до момента, пока не поймаем проблему на режущей кромке. Фактически наша задача не проверить нож до упора. Ровно наоборот, мы пытаемся поймать самое начало затупления ножа. Для теста режущей кромки я буду применять джутовый канат. В первый раз я работал на сизалевом канате и планировал продолжать. Но вмешались обстоятельства, поэтому сегодня джутовый. Решение не идеальное, но допустимое. Потому как проверяем мы фактически один и тот же нож, но заточенный на разных абразивах. Почему первый идет именно на Нива? Очевидно, что на Нива выиграет и поэтому давать дополнительное преимущество, которое еще больше увеличит разрыв, не очень интересно. По существу сегодня наша задача не только и не столько убедиться в преимуществе на Нивы. Сегодня наша задача по большей части разобраться с абразивами Барайт. Любая заводская заточка, когда речь идет о крупном заводе, это всегда заточка в лучшем случае компромиссного качества. И Барайт, работая после на Нивы, будет чувствовать себя чуточку лучше. Результаты работы абразивов на Нива ПРО 330 резов до остановки теста. Сегодня у нас канат чуть попроще и нож существенно больше. Нож затачивался с использованием пяти абразивов. Это 600, 1000, 3000, 5000 и 10000 грит. Алмазные пасты, притиры или что-то подобное не использовались. Абразивы Барайт на тесте были следующие 220, 400, 800 и 1200 грит по ФЕПО. И результаты серии Барайт Т2 220 резов. Как и говорил, победа на Нивы была ожидаема. Это тот результат, который мы получили после теста. Возникает закономерный вопрос. Получается, что нужно покупать абразивы на Нива, потому что они лучше. В принципе, да. И действительно, что называется, из коробки они дают лучший результат. И лучше иметь абразивы такого класса на Нивы или Шептон. Но возникает и другой вопрос. Ножи Вюстков Перформер это довольно дорогая серия. Это та серия, которую мы тестировали в первый раз. И когда мы говорим о таких ножах, или о японских ножах из стали ВИДЖИ-10, ВИДЖИ-МАКС, СГ-2, МС-63, то покупка комплекта топовых японских абразивов более-менее понятна. Но Ривьера это рабочая лошадка. Такие ножи зачастую затачиваются на системах типа Шеф-Чойс. Собственно, системы типа Шеф-Чойс, электрические заточные устройства, именно для таких ножей были разработаны. Может быть, есть иные варианты работы с серией Ривьера и подобными сериями ножей? И такие варианты есть. Но начнем с самого простого и лежащего на поверхности. Очевидно, что 1200-й Барайт не предел по финишу и можно идти дальше. Я решил добавить парочку финишных японских абразивов к имеющимся комплекту Барайт. Конкретно абразивы Суехира 6000 и 10000. И результаты такого сочетания 300 резов до остановки теста. Ну то есть по факту сочетание абразивов Барайда и японской финишной группы делает результат сопоставимым с полным сетом на Нивы Про. Это видно и по тесту, и в том числе по тому, как режется бумага после 1200-го Барайда и после 10-тысячного Суехира. Нож банально становится острее. Повторюсь, притиры и алмазные пасты не использовались вообще ни в каком случае. Использование дополнительной финишной группы это здорово, но вы можете сказать, а в чем вообще тогда смысл обращаться к абразивам Барайт? Ну давайте тогда сразу купим на Ниву Про или Шептон Про и проблем знать не будем. Ведь так или иначе, если мы добавляем финиш и увеличиваем стоимость, в чем логика? Я отвечу так. Разумеется, покупка качественных японских абразивов решение правильное, но здесь есть нюансы. Видите ли, абразивы это средство производства. Это не аксессуар в чистом виде, особенности есть везде. Не стоит забывать, что абразивы Барайт Т2 практически всеядны в плане применяемого СОЖ. Ну то есть они неплохо работают с маслом, прекрасно работают при использовании СОЖа Борелюб, могут работать и с водой. Барайт Т2 очень хорошо держат форму. Это не самые быстрые и агрессивные абразивы, но комфорт работы на них высокий. При этом и цена проще, чем у Нивы или Шептона. А на тему «Обязательно придется покупать финишные абразивы»? Вот это не совсем верно. Финишный абразив — это ведь не обязательно брусок в точилке. Подходящий, а по мнению некоторых заточников, идеальный финишник после Т2 уже есть у многих на кухне. Вы все правильно понимаете. Это мусат. Хороший, тонкий, керамический мусат, спайдерка триангл, гантлет. Любая подобная система — все это может работать на финише и работает эффективно. Собственно, именно такая связка барает плюс керамика и сделала серию Т2 бестселлером. У нас с вами впереди масса незакрытых вопросов. Ну, например, а что лучше кит или слон? Ну, на Нива Про или Шептон Про. Как далеко надо заходить при подготовке под мусат? Ну, то есть, будет ли разница, если мы возьмем связку 220-й абразив и сразу мусат? Или поработаем плотно? 220 и далее это 1200-го включительно, и только потом мусат. Будет ли разница и какой она будет? И мы с вами, я надеюсь, планомерно все разберем. А сегодня вывод простой. На Нива Про великолепно работает, как в плане процесса, так и в плане результата. Но и на абразивах барайт можно получать сопоставимый результат, если правильно работает с инструментом. Вот такой, друзья, материал. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. И если так, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и поделитесь видео с друзьями. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok